Приключение Пифа Приключение Пифа А это жена Тунтона, тетя Агата. Она любит, когда Пиф помогает ей по хозяйству. Их сын Дуду, верный товарищ Пифа в его проделках. Случается, что он шалит даже больше Пифа. И тогда Пифу приходится трудновато. А вот кот Геркулес, Забияка и Драчун. Неудивительно, что они с Пифом живут как кошка собакой. Теперь вам уже известны все действующие лица. Можно начинать. Однажды утром Пиф крепко спал. И дяде Цезарю никак не удавалось разбудить его. Хе-хе, придется принести будильник, сказал он. Ого, у этого будильника такой пронзительный голос, что Пиф сразу проснулся. Хватит тебе Пиф лентяйничать. Пора приниматься за работу. Какое скучное дело подметать комнаты. Как бы сделать его повеселее. Хе-хе, кажется, придумал. Неплохо, правда, ребята? А теперь, дружочек, почисти к обеду немного картошки, сказала Пифу тетя Агата. Пиф охотно взялся за дело. Сейчас тетя Агата увидит, какой он хороший помощник. Но тетя Агата не нашла своего помощника. Где же Пиф? Вы, кажется, уже догадались? После большой работы можно бы и отдохнуть. Но дядя Цезарь уже тут как тут. Нечего баловаться. Надо пилить дрова. Пилить дрова? Хе-хе, пожалуйста. Вжик-вжик, вжик-вжик и готово. Едва Пиф кончил пилить дрова, как Дуду позвал его играть в лошадки. Пиф превратился в коня, а Дуду, естественно, в кучера. Ну-ну, лошадка, беги скорей. Я угощу тебя вкусным обедом. О-о-о-о, вот так обед. Дуду думает, что Пиф и правда лошадь. Хватит тебе Пиф играть, баловаться, говорит тетя Агата. Сегодня у меня большая стирка. Сторожи хорошенько белье. Никого не подпускай. Будет сделано. Но тут к Геркулесу пришли в гости кошки. А ну-ка, брысь отсюда, кошки. Не подходите к белью. Пиф разогнал всех кошек. А почему же тетя Агата недовольна? Как вы думаете, ребята? В наказание за то, что Пиф испачкал все белье, его посадили на цепь. Бурмяу, вот теперь можно подразнить Пифа сколько угодно. Цепь держит его крепко. Но даже цепь не удержала Пифа и не спасла Геркулеса от возмездия. Однако Пиф не помнит зла. Он поймал мышонка и решил в знак примирения подарить его Геркулесу. Но жадный Геркулес в это время уплетал завтрак Пифа. Ах ты, обжора несчастный, получай! Мне везет, пропищал мышонок. О, я, кажется, наказал его слишком жестоко. Да, явно перестарался. Ну, давай без обид. Ну-ка, котик, выпей лекарства. Мяу, как ты мне надоел! Геркулес вскоре поправился. На радостях Пиф и Дуду отправились в кино. Однако, оказалось, что детям без взрослых билеты не продают и собакам почему-то тоже. Ага, кажется, они что-то придумали. Теперь-то их, конечно, пустят. Даже на сеанс для взрослых. К вечеру пошел дождь. Как хорошо тому, у кого есть крыша над головой, даже если это собачья будка. У Пифа было доброе сердце. Друзья, вы совсем промокли. Идите в мою конуру. О-о-о, бедный Пиф. Его конура так мала, а друзей так много. Ну, ничего-ничего, Пифу сделали новую конуру. Но он мечтает о высотном доме. И в тот же день он принялся за работу. Вжик-вжик, вжик-вжик и готово. Фух, готово. Дом построен. Правда, жить в нем не очень удобно. Зато посмотрите, ребята, как гордится им Пиф. Телепарк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok